В день памяти преподобных Сергия Германа Валаамских, представитель Русской Церкви, совершил литургию в Валаамском монастыре и возглавил хиротодню архимандрита Бориса Баранова во епископа Некрасовского. Патриарше богослужение транслировалось в прямом эфире нашего телеканала. Служение божественной литургии совершалось в верхнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамского монастыря. Патриарху сослужил сон иерархов, наместник Валаамского монастыря, епископ Троицкий Панкратий и насильники обители в священном сане. Церковное предание гласит, что древность Валаамской обители восходит ко временам распространения христианства в нашем Отечестве. Монастырь издревле являлся оплотом православия на севере Руси. Славился высокой духовной жизнью, служил распространению христианства и монашества в окрестных землях. Глубокие духовные традиции молитвенного подвига и совершение здесь божественной литургии были заложены преподобными основателями обители, святыми Сергием и Германом. Покрый нас кровом крылу Твоей, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас. За литургией была совершена хиротония архимандрита Бориса Баранова во епископа Некрасовского, викария Ярославской епархии. Указом святейшего патриарха за усердное служение церкви, богослужебно-иерархических наград, был удостоен ряд наместников и насильников монастырей. По окончании литургии святейший владыка напутствовал епископа Некрасовского Бориса на служение и вручил ему архиерейский жезл. Сознавая, сколь велика возложенная на тебя ответственность, быть блюстителем стада словесных овец христовых, никогда не забывая о том, что архипастерство – это тяжелейший духовный подвиг, в центре которого крест. У епископа нет и не может быть ничего личного. Эти слова я много раз повторял ранее. Говорю их сегодня и тебе. Вся твоя жизнь отныне без остатка принадлежит Церкви Божией. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим первое архипастерское благословение. Затем епископ Троицкий Панкратий от лица братьев монастыря и паломников обратился к святейшему патриарху. В приветственном слове владыка-наместник отметил, что впервые в истории и на Валааме в рамках нынешнего визита предстоятеля прошло заседание Священного Синода. Это особенно знаменательно для нас, потому что именно 30 лет назад другое заседание Священного Синода приняло решение о возобновлении монашеской жизни на Валааме. Этот год для нас юбилейный. После предстоятель обратился к участникам богослужения. Свое слово патриарх посвятил размышлениям о сути подвига. Святейший владыка напомнил высказывание преподобного Нила Синайского, согласно которому мы приближаемся к Богу в той мере, в какой мы совершаем подвиг. Почему мы сегодня говорим о подвиге? А потому что через подвиг святых преподобных Сергия и Германа здесь была основана монашеская жизнь. Вот эта замечательная мысль, которая связывает подвиг с успехом, со спасением. А спасение это тоже успех. Успех всей нашей жизни, который Богом признается таковым. Так вот, без подвижничества не может быть этого успеха. Ни в большом, ни в малом. И вот здесь возникает очень важный вопрос. А насколько мы с вами способны к свершению подвига? Ведь подвиг – это всегда самоограничение. Патриарх подчеркнул, историческая реальность, которую мы видим, должна убедить нас в том, что все, что мы совершаем подвижнически, во славу Божию, для спасения своей души, не истирается не только из божественной памяти, но также из памяти человеческой и становится примером для других. Благодаря подвигу мы двигаемся. Двигаемся вперед и вверх. Самое опасное, если мы эту успокоенность и отсутствие желания пересмотреть нечто в своей жизни, применяем к жизни духовной, если мы там не видим того, что происходит. А именно движение, движение к Богу, движение навстречу своему спасению, движение к небу – это и есть самый главный вектор человеческой жизни. И без этого движения нет христианской жизни. И вот великие подвижники, те, кто двигался, такие, как Сергий и Герман Валаамский, являются великими для нас примерами. В дар монастырю святейший патриарх передал образ святителя Петерима Тамбовского с частицей мощей. Всем насельникам обители – сборники своих проповедей. Во внимание к помощи восстановления Валаамского монастыря ряд лиц был удостоен церковных наград. Далее святейший патриарх Кирилл в сопровождении архиереев и духовенства спустился в нижний храм Спаса Преображенского собора, где было совершено славление у честных мощей преподобных Сергия и Германа.